В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Ели, пили и делили. Полиция задержала ночных налетчиков, наследивших в пяти районах области. Только без жертв. Спасатели МЧС приняли участие в масштабных учениях с крушением поезда. Он подражал преступнику, расстрелянному за 20 лет до него, и просил выкуп за то, чтобы люди жили спокойно через телевизионную программу «Дело Ленэнерго». Полтора года полицейские совместно с сотрудниками уголовного розыска тщетно искали грабителей, которые за это время более десяти раз умудрились уйти от наказания. От рук злоумышленников пострадали несколько магазинов и сельские административные здания пяти районов. Неуловимые налетчики постоянно меняли место жительства. Первый допрошенный держится скромно, за что задержали, якобы толком не знает. Второй более разговорчивый. По задержаниям, в обвинении, по краже. Что за кража? Администрация магазина. А конкретно где? Сапожковский район, Ухловский район, Шиловский район, Орежский. Злоумышленники заглянули и в соседний, Скопинский район, ни в чем себе не отказывали. Забирались через дверь или окно, забирали продукты, технику, мониторы. Часть награбленного продавали и по-братски делили выручку пополам, часть использовали в бытовых нуждах. На вопрос, кто теперь будет кормить жену и детей, один из задержанных опускает глаза. Как будто только теперь понял, что натворил. Полицейским удалось изъять только часть украденного, и они не исключают, что количество преступных эпизодов может увеличиться вдвое. Крушение поезда часто становится сюжетной линией бестселлеров, триллеров и детективов. Трудно представить, что чувствуют люди, находящиеся в вагонах, которые словно костяшки домино скатываются с рельсов. Если говорить только о России, то в июле прошлого года из-за неисправности путей в Краснодарском крае сошел с рельсов поезд «Новосибирск-Адлер». Ранено свыше ста человек. Двумя годами ранее два грузовых поезда с углем столкнулись в Челябинской области. Погибли два человека, более 70 вагонов сошли с рельсов. Предположительно, тогда причиной аварии стала неисправность тормозной системы одного из поездов. В ноябре 2009-го скоростной Невский экспресс приглянулся террористам. В результате происшествия погибли 28 человек. Среди них государственные чиновники, высшего ранга, известные бизнесмены и даже две беременные женщины. Более 98 пассажиров были ранены. Эту статистику в обратном порядке можно долго приводить вплоть до 11 августа 1840-го, когда близ станции Шушеры на Царско-Сельской железной дороге произошло лобовое столкновение двух поездов. На минувшей неделе спасательная операция, к счастью, учебная прошла в Рязанской области. Пожарные, спасатели МЧС, сотрудники полиции, инспекторы ГИБДД и врачи скорой помощи. Случайному очевидцу и не отличить условного пострадавшего от настоящего. По легенде, в результате дорожно-транспортного происшествия с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда. Один из них охватил огнем. Без жертв не обошлось, но детей и взрослых вовремя эвакуировали. Тем, кому не понадобилась госпитализация, оказали помощь на месте, а вагон благополучно вернули на рельсы. К другим темам. Прекращено уголовное дело в отношении школьника, который два с половиной года назад покончил жизнь самоубийством. Эксперты вынесли заключение, которое следует взять на заметку абсолютно всем родителям. Причиной суицидальной формы поведения мальчика послужило деструктивное воздействие компьютерных игр и просмотра фильма на несформировавшуюся психику ребенка. До сих пор не ясно, как получилось, что ребенок из благополучной семьи, увлекающийся спортом, перепутал реальность с вымыслом из-за фильма с похожим финалом. Напомню, в день смерти мальчик с родителями находился в гостях у родственников, а вечером отец вышел из дома и обнаружил сына повешенным на веревке, привязанной к металлической трубе пристройки. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу, но было уже слишком поздно. Хочется еще раз напомнить взрослым. Современные компьютерные стрелялки не имеют ничего общего с безобидными играми в войнушку. Обратите внимание, как проводят свободное время ваши дети. Еще одна информация. Сотрудники управления госнаркоконтроля по Рязанской области пресекли деятельность группы сбытчиков курительных миксов. Задержаны 7 человек, которые распространяли синтетический наркотик GVH-018 среди молодежи, включая несовершеннолетних. Самому младшему дилеру оказалось 17 лет, а самому старшему 21 год. Никто из них нигде не учился, не работал. В совокупности у фигурантов изъято свыше 400 граммов запрещенного вещества. В съемной квартире на улице Новатров оперативники обнаружили более 200 граммов спайса. О масштабах преступной деятельности говорит тот факт, что за три часа проведения обыска на точку приехали 8 покупателей. Примечательно, что к зелью успели привыкнуть и жены сбытчиков, одна из которых скоро станет мамой, а вторая кормит своего малыша грудью. Культ спайса все больше пополняет армию наркозависимых. За красивым, романтичным названием таится страшная и коварная беда, от которой страдает абсолютно каждый орган в организме человека. В начале 60-х годов одним из самых громких уголовных дел было так называемое дело Мосгаз. Главный фигурант Владимир Иоаннисян. Редкий случай, когда биография преступника и мотивы совершения преступлений так и не были изучены до конца. КПСС и правительство Советского Союза торопились к казнью. Дошло до того, что сам Никита Хрущев топал ногами и лично просил немедленно поймать негодяя. Наши цели ясны. Задачи определены. За работу, товарищи, за новые победы коммунизма. Для 60-х это был небывалый случай, чтобы советский человек направо и налево убивал других советских людей. В те годы образом преступности была знаменитая троица Гайдая, способная максимум на мелкое хулиганство. Всего лишь мелкое хулиганство. И вот учтите, что за это мелкое хулиганство я плачу крупные деньги. Прикидываясь контролером МОЗГАЗа или работником ЖЭКа номер 13, Владимир Ионисян проходил в квартиры, снимал показания со счетчиков, проверял газовые горелки. Выбирая место будущего грабежа, он ориентировался в большей степени не на богатое убранство квартиры, а на количество человек, находящихся в тот момент дома. В качестве оружия использовал туристический топорик, копленный в гуме. Отличительная примета – ушанка, завязанная на затылке, иногда кепка. Но сегодняшний рассказ не о нем. Спустя 20 лет нашелся преступник, которому не давали покоя Лавры и Анисяна. Это уголовное дело получило название Ленэнерго. В конце 80-х годов в Ленинграде возникло новое подобное дело, которое оперативники уже прозвали Ленэнерго. Молодой человек под видом работников энергослужбы приходил в квартиры ленинградца. В основном он выбирал одиноких женщин, пожилых женщин. И когда те открывали ему дверь, как электрику для проверки счетчиков, проводок и прочее, то он убивал этих женщин и грабил квартиры. После второго жестокого убийства следователи заметили, что и в этом случае на полочке в прихожей осталась квитанция за электроэнергию. Но зачем преступник сам оставляет улики? Серийным убийцей оказался некий Андрей Сибиряков, житель города Пушкино Ленинградской области. В несовершеннолетнем возрасте впервые был осужден за хулиганство. Попытался какое-то время работать, женился, но устроился работать на стройку. Ему там выдали вот эту рабочую спецодежду. Он поработал буквально несколько дней, но это показалось ему тяжело. Он перестал работать. И даже жене побоялся как-то признаться, что его выгнали с работы. В рабочей спецодежде он ходил по городу и думал, где раздобыть денег. За этими мыслями не заметил, как оказался у могилы Григория Распутина. Посчитал, что Распутин – это его кумир, и он как бы энергетически подпитывается. По приказу Временного правительства могилу Распутина, похороненного в Александровском парке царского села, вскрыли. Тело вытащили и сожгли. В топке парового котла Политехнического института. Представители новой власти позаботились и о том, чтобы не сохранился даже прах Григория Распутина. Пепел развеет. Энергии ленинградского негодяя хватало, чтобы часами всматриваться в окна и находить очередную жертву. Если кроме женской фигуры в окне никто не мелькал, преступник уверенно заходил в подъезд и звонил в дверь. Оперативники посчитали, что буквально за несколько недель было убито шесть женщин. Кроме того, было еще совершено два нападения, которые не увенчались успехом для грабителя. Или в одном случае нож сломался, когда он пытался зарезать женщину. Добычей преступника становились самые разные вещи. Когда в квартире не оказывалось драгоценностей и денег, маньяк сгребал любые безделушки и в первую очередь духи. Неужели в Советском Союзе появился очередной фетишист? Или злодеи привлекают запахи? Купить флакончик духов в Советском Союзе было большим счастьем. Выбор небольшой. Достать сложно, но можно, если очень постараться. В те годы одной из первых криминальных программ был известный телепроект Александра Невзорова «600 секунд». Автор программы показал сюжет о неуловимом ленинградском преступнике. После этого преступник возгорделся своей незаурядной личностью, как он подумал, и сделал первую ошибку. Он написал письмо в органы внутренних дел. С требованием заплатить ему 50 тысяч рублей. По тем временам это, в общем-то, большие деньги. В ответ на это он обещал прекратить свою преступную деятельность. И таким образом люди не будут от его рук гибнуть, а милиция не будет на плохом счету. Ответ преступник потребовал дать через ту же телепередачу. Обычные телезрители мало что поняли из краткой информации. Александр Невзоров лаконично сообщил – все требования будут выполнены. Встреча на железнодорожном вокзале в условленное время. Представляете, что такое железнодорожный вокзал? Всюду снуют люди. В такой толчье затеряться нетрудно. Оперативники вглядывались в каждого прохожего, но те равнодушно проходили мимо пакета с деньгами. Пожалуй, только один мужчина в спецодежде вел себя несколько нервно. И вдруг этот человек хватает этот пакет, и перед проходящим поездом перебегает железнодорожную колею. Расчет преступника на то, что оперативники не успеют отреагировать, сработал. Но он не учел еще один момент. С другой стороны переезда тоже дежурили милиционеры, которые бросились за Сибиряковым в погоню. Они заметили, как убийца скрылся в подъезде и блокировали его. В это время Сибиряков переоделся в подвале и попытался выйти, но это ему не удалось. После совершения ареста маньяку пришлось во всем сознаться. При обыске в доме нашли немало ворованных драгоценностей. Остальное было конфисковано от соседей. Медицинская экспертиза психических отклонений не выявила. Преступник отдавал отчет своим действиям. Суд приговорил Андрея Сибирякова к расстрелу, так же, как и за 20 лет до него Владимира Ионесяна. Точной даты приведения приговора в исполнение в открытом доступе нет. В жизни часто бывают ситуации, когда только гласность способна сдвинуть дело с мертвой точки. Если вы оказались участником спорного конфликта, обращайтесь в нашу редакцию. Напоминаю, телефоны 720020 и 720021. На сегодня это все. Желаю вам недели без происшествий и до новой встречи. Редактор субтитров А.Семкин